Я хочу предоставить следующее слово для доклада профессору, доктору медицинских наук, преподавателю в том же состоянии федерального медицинской академии Широпа Евгения Алексеевича, который расскажет также о влиянии артериальной гипертензии на развитии ишемического инсульта. Евгений Алексеевич, слушаем Вас. Спасибо. Уважаемый Юрий Викторович, уважаемые коллеги, я хочу представить Вашему вниманию доклад «Артериальное давление в остром периоде ишемического инсульта». Дело в том, что коррекция артериального давления в первые часы и в первые дни после появления симптомов острого нарушения мозгового кровообращения, как ни странно, является малоизученной темой. Хотя мы с этой проблемой сталкиваемся каждый день, однако отчетливых, доказательных данных о предпочтительных, целевых значениях давления при ишемическом и кунорогическом инсульте у нас, к сожалению, до сих пор нет. Но известно, что инсульт прочно ассоциируется с артериальной гипертензией. Прочно ассоциируется. Почему? Потому что примерно в 60% случаев развитию ишемического инсульта предшествует гипертонический кризис. У больных, поступивших в стационар с ишемическим инсультом, в 80% мы отмечаем повышение артериального давления. А у больных с геморрагическим инсультом, но практически у всех больных. И это, естественно, приводит к таким рассуждениям, что же артериальная гипертензия является причиной или следствием острого повреждения мозга. Может быть, это компенсаторная реакция, которая направлена на улучшение мозгового кровообращения, развитие и задействие коллатералей и таким образом спасение больного. Но, однако, это требует некоторых рассуждений. Почему? Потому что патогенез геморрагического ишемического инсульта уже через несколько часов после появления симптомов повреждения мозга имеет очень много общего. Общее – это отюк мозга. Общее – это ишемия. Церебральная ишемия, которая характерна не только для ишемического инсульта, но и для геморрагического инсульта тоже. Это сдавление окружающих тканей. Это повышение внутричерепного давления. Это, наконец, повреждение гемотоэнцефалического барьера. Это острая ангиопатия. Ишемическая ангиопатия. Кроме того, при геморрагическом инсульте – это еще церебральный вазоспазм. При геморрагическом и ишемическом инсульте – это и гиперкоагуляция выраженная, которая связана с развитием нарушений микроциркуляции. И вот в этой ситуации, так называемой общности патогенеза острых повреждений мозга, различие заканчивается уже через 4 часа. По современным данным, экспансия гематомы при разрыве даже крупного сосуда заканчивается через 3-4 часа. И потом патогенез этих двух состояний во многом становится очень похож. И вот в этой ситуации считается общепринятым парадигмом увеличение давления в сосудах головного мозга при ишемическом инсульте улучшит кровоснабжение мозга и прогноз для больного. А снижение артериального давления при геморрагическом инсульте остановит развитие, так называемую, экспансию гематомы. Насколько это справедливо? Насколько справедлива эта идея сохранения высокого давления при ишемическом инсульте и крайне низкого давления при геморрагическом инсульте? Ну, для этого требуются дальнейшие исследования. Потому что те данные, которые существуют на сегодняшний день, они, пожалуй, во многом противоречивы. С одной стороны, мы хорошо знаем связь развития церебральной ишемии с гипертонией. Мы знаем, что снижение артериального давления на 6-8 мм штутного столба приводит к значительному снижению заболеваемости инсульта. А с другой стороны, существуют данные, что при относительно высоких цифрах артериального давления, с исторического, прежде всего, в первые часы после инсульта, выживаемость и прогноз для этих больных лучше. Ну, давайте, однако, посмотрим, что мы видим в рекомендациях. И вот это уже 21-й год. Это консенсус экспертов европейских. И вот что говорится о геморрагическом инсульте. Ну, в общем, эта парадигма сохраняется. Рекомендовано достаточно критичное, быстрое снижение уровня артериального давления, включая 110, достаточно активное снижение, по крайней мере, ниже 140. Буквально через несколько часов после развития симптомов геморрагического инсульта. А что касается ишемического инсульта, здесь сохраняется вот та же самая магическая цифра. Почему-то она появилась много лет назад 220 на 110. 220 на 110 – это огромная, выраженная артериальная гипертензия. И если у больных в остром периоде, в первые дни заболевания, она сохраняется не выше 220, то действующие клинические рекомендации предлагают наблюдать больного и не вмешиваться в эту ситуацию. А если вмешиваться, то очень осторожно, снижая на 15 примерно процентов в течение первых суток заболевания. Некоторые исключения делаются только для пациентов, которые являются кандидатами для тромбоэлитической терапии. И там нужно уменьшить систолическое артериальное давление до 185. Как видите, диастолическое все-таки остается очень высоким. Так вот, на мой взгляд, этот доклад ставит, пожалуй, не под вопрос эту стратегию введения таких больных, а ставит тему для обсуждения. Дело в том, что если мы будем рассматривать отдельно, отдельные аспекты этой проблемы, то начинать мы должны с центральной гемодинамики. Это наши довольно старые исследования, которые были опубликованы еще более 10 лет назад, когда мы изучали основные показатели центральной гемодинамики у больных с острым инсультом. Так вот, это часы. Видите, первые 4 часа заболевания. Здесь мы видим минутный объем крови и его зависимость от систолического артериального давления. Как видим, буквально в первые часы заболевания действительно отмечается рост артериального давления, независимо от того, поступил бы больной с гипертензией или норматетикой. Но второй показатель, минутный объем крови, очень зависит от нагрузки на миокард. И мы видим, что буквально через 2 часа такой артериальной гипертензии, минутный объем крови снижается. И если первые часы артериальной гипертензии при сохраненном минутном объеме сопровождаются преимуществом общемозговых симптомов, то очаговые симптомы повреждения мозга появляются именно тогда, когда снижается минутный объем крови. Кроме того, существует известная зависимость артериального давления и мозгового кровотока. Хотя мы знаем, что мозговой кровоток это не перфузия головного мозга, но тем не менее, когда мы говорим о мозговом кровотоке, мы имеем в виду, что это те самые коллатерали, которые мы якобы собираемся задействовать при острове церебральной ишемии. Так вот, существует определенная зависимость между тяжелым повреждением мозга и мозговым кровотоком. Довольно четко сохраняется ауторегуляция мозгового кровопрочтения при незначительных ишемических повреждениях. А вот если тяжелая ишемия, то, пожалуй, что мозговой кровоток практически очень мало реагирует на артериальное давление. Вы видите здесь прямую линию. Это, во-первых, прямая зависимость. Во-вторых, она не очень хорошо выражена. Второе. Отек мозга и артериальное давление. Это одна из статей, которая была посвящена изучению отека мозга. 128 больных, компьютерная томография, 24-часовое мониторирование артериального давления. Это исследование показало, что вариабельность и скорость изменения артериального давления, особенно высоких цифр артериального давления, ассоциируется с увеличением объема отека мозга. Как видите, 1,1 мм в минуту ассоциируется с увеличением объема отека на 14%. Это очень и очень важно. Вот одна из свежих статей, которая показывает, а где же нижние границы артериального давления наиболее целесообразных. Здесь было две группы больных, у которых в остром периоде ниже 120 и ниже 140. Так вот, как только ниже 140, объем и количество ишемических очагов увеличивается. Да, такие пределы есть, но скорее всего эта целесообразность, эта опасность начинается ниже 140 мм ртутного столба. К тому же существуют различия по патогенетическим подтипам ишемического инсульта. Пожалуй, что если это атеротромботический инсульт, то высокое давление может хорошо переноситься этими пациентами. Но если это лаконарный инсульт с многочисленными проявлениями так называемой болезни мелких артерий, которые сопровождаются нейтромботической окклюзией мелких артерий, то высокие цифры артериального давления, пожалуй, более губительны для таких пациентов. Но это в конечном счете находит сражение в некоторых более новых современных рекомендациях. Там сегодня мы можем видеть некоторые разночтения. Если вот наше отечественное руководство придерживается этой же парадигмы очень высоких цифр артериального давления, то британские рекомендации верхний уровень не определяют и только упоминают уже цифры 180-110. А для больных с геморрагическим инсультом это 140. И вот выходят другие рекомендации, в которых можно видеть уже оптимальные цифры давления, которые все-таки говорят о том, что это 160-140, но ни в коем случае не 200 и не 220. Ну и вот к каким выводам я в конечном счете прихожу в этом докладе. Рекомендации о целесообразности сохранения высоких значений артериального давления в остром периоде инсульта отражают лишь мнение экспертов. Хорошей доказательной базы по-видимому нет. По-видимому оптимальные значения цистолического артериального давления для больных и с ишемическим, и с геморрагическим инсультом будут находиться где-то в диапазоне 160-140 мм ртутного столба. Коррекция артериального давления должна быть различна для больных с разными патогенетическими подтипами ишемического инсульта. Уважаемые коллеги, на этом я хотел бы закончить свой доклад. И если я сумел обратить ваше внимание на эту проблему, то, видимо, цель моего сообщения была достигнута. С удовольствием.